МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нежная экспедиция «Петербург-Владивосток» – крупнейшая писательская акция еще с советских времен. В общей сложности в путешествии с запада на восток страны принимает участие около ста российских писателей, одни в онлайн-формате, другие в купе. Последние за 8 тысяч километров пути успели написать десятки страниц путевых заметок. На финишный этап вышло строительство дамбы в Хабаровске. Гидрозащитное сооружение изготавливается из отечественных материалов. Местный завод «Прогресс» специально для объекта создал особую бетонную смесь, которая обеспечивает высокую водонепроницаемость и морозостойкость конструкций. Напомним, решение о строительстве дамбы в Хабаровске было принято после катастрофического наводнения 2013 года, когда к 4 сентября уровень амора достиг отметки более чем в 8 метров. Новая дамба способна выдержать 10-метровый поводок. Мобильное приложение «Умный транспорт» планируют запустить в Магадане. С его помощью у горожан появится возможность отслеживать нужный им автобус, не ждать его у остановки, а подойти по времени. На данный момент трекеры отслеживания установили в 59 маршрутках. Они помогают определить, когда автобус прибудет на остановку. Местонахождение смогут увидеть все пассажиры. Возможно, погрешность в 20-40 секунд, так как именно с такой частотой обновляется информация. Новый мурал появится в поселке Мохсагалох в рамках фестиваля современного искусства «Лето Якутия». К созданию арт-объекта приступил известный художник-муралист из Татарстана Рустам Салимгараев. Его работа украсит фасад жилого пятиэтажного дома и территорию нового сквера первооткрывателей в поселке, который был построен в прошлом году по программе «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». Композиция представит собой большой двор для всех жителей поселка, а также планируется использование нового пространства для мероприятий масштаба всего населенного пункта. Около 500 жителей Южно-Сахалинска прошли бесплатный курс военно-спортивной подготовки в рамках проекта «Будь готов». На нем мужчин и женщин учат оказывать первую медицинскую помощь, маскироваться, строить укрепления и обращаться с оружием. Инструкторами проекта выступают профессиональные военные и силовики, прошедшие в начале июля расширенные тренерские сборы на Успеновском полигоне. В Южно-Сахалинске сейчас обучается уже пятый поток жителей города. Это порядка 125 человек. Экипаж малого ракетного корабля «Смерч» провел артиллерийские стрельбы на Камчатке. Стреляли по морской и воздушной целям в рамках учения в Авачинском заливе. Как рассказали в Минобороны, «Смерч» вышел в море, где обнаружил корабль условного противника. Экипаж корабля незамедлительно вступил в условный морской бой и отразил вражеские ракеты с зенитным ракетным комплексом «Оса-М». Далее МРК совершил выход в атаку и артиллерийским огнем из арт-установки АК-176МА уничтожил корабль условного противника. Два уголовных дела возбудили после разрушения дамбы в микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске. Прокуратура Приморского края выявила нарушение при строительстве гидротехнического сооружения. Работы не завершены в установленный срок, из-за чего объект не смог выполнить свою функцию в период паводка. Это привело к частичному повреждению сооружения и подтоплению пяти многоквартирных домов, двух образовательных учреждений и более 15 гаражей.